В течение пяти минут погружается игла в сам битум. Битум в переводе с латыни означает «горная смола». Один из важнейших показателей битума – это пенетрация, это определение глубины проникания иглы при 25 градусах и при 0 градусах. Стойкий запах заставляет вспомнить жаркое городское лето. Густой нефтепродукт не только греют на водяной бане и колют иглами, что еще сошло бы за бьюти-процедуры. В этом новом шкафу определяется показатель старения. Есть специальное число – показатель старения. То есть он, допустим, в определенной марке битума не должен превышать определенного числа. Чем больше этот показатель, тем быстрее асфальт придет в негодность. А вдоль коридора в лаборатории аккуратными кучками разложены образцы грунтов, щебня и песчаных смесей. Это скальный грунт с крышной, который используется для автомобильной дороги обход города Челябинска. В соседнем кабинете сотрудник с усердием Золушки перебирает мелкие частицы щебенки. Идет проверка на лещадность. Вот эта щебеночная часть, она входит в песчано-щебеночную смесь. Вот есть такой показатель определения лещадной и игловатой формы щебня. Ну что это влияет? Ну это влияет на, ну то есть допускается, допустим, для основания, основания дорожной одежды дополнительной слой, там допускается не более 35% вот такой формы лещадной. Лещадный в Старославянском плоский, тонкий, как дощечка. Дорожная одежда же должна быть прочной, как лад из одеристого рыцаря. Вот видно, что он достаточно хороший, уплотненный, толщина тоже нормальная. Это вырубки дорожного покрытия, которым в лаборатории приходится терпеть не меньше, чем битумом. Их топят в воде, нагревают до 50 градусов, помещают в вакуум, превращают из кубиков в цилиндры и давят прессом до первой трещины. У этого образца мощность 3,1 при 20 градусах. Для челябинских дорог в последние два года применяется щебеночно-мастичный асфальтобетон. Покрытие, разработанное в Германии для автобанов и хорошо зарекомендовавшее себя в значительно более сложных российских условиях. Климатические условия, где мы живем, то есть или постоянный практически плюс там и редкий переход в ноль. Наши дороги бойцы в этом смысле, очень серьезные бойцы. Крепкая армия в этом году прибыла. На Южном Урале на днях официально будут подведены итоги приоритетного и превратившегося в национальный проекта безопасной качественной дороги. Уже город Челябинск у нас уже отчитался. На сегодняшний день у них 700 миллионов, они выполнили все работы. Мы 25-го будем отчитываться, то есть у нас миллиард 300. Сейчас уже окончание работы, там фактически устанавливаем дорожные знаки, проводим комиссии, приемки. 25-го числа у нас 100-процентное будет освоение этих средств. В этом году мы закрываем по концу года вот так 2 миллиарда рублей. Замечательный итог к Дню работников дорожного хозяйства, который отмечался в минувшее воскресенье. Юлия Алексеева, Василий Швачко, СТС Челябинск.